Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новогоднее настроение – это не только красивые фасады. В первую очередь, это результат безупречной работы всех служб. Каникулы под знаком безопасности. На особое внимание властей – семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Черно-оранжевый флешмоб прошел на площади у здания администрации в честь Дня Героя Отечества в России. А сейчас обо всем подробнее. До Нового года осталось 22 дня. На общегородском планерном совещании заместители мэра Анапы снова коснулись темы подготовки к празднику. И отметили – новогоднее настроение – это не только красивые фасады зданий. Это результат безупречной работы каждого. Какие еще задачи обсудили на планерке – расскажем прямо сейчас. О преимуществах регистрации на едином портале госуслуг рассказала заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. Напомнив, работа в сети интернет – это удобно и оперативно. Заплатить налоги и оформить необходимые документы можно, не обивая пороги различных ведомств. В рамках программы поддержки малого бизнеса дала поручение главам сельских округов подать заявки на обучение предпринимателей. О работе с неблагополучными семьями и семьями, попавшими в сложную жизненную ситуацию, доложила заместитель главы города Людмила Мурашова. Сегодня в Анапе на учете состоит 250 семей на особом положении или в социально опасном. Созданной работает специальная комиссия, которая проводит обследование социально-бытовых условий. Главная задача – исключить факты жестокого обращения с детьми, проверить условия пожарной безопасности и оказать помощь тем семьям, которые в ней нуждаются. Пока в здании администрации проводили планерное совещание на площади, специалисты Управления по делам молодежи провели флешмоб. И это еще одна патриотическая акция наряду с уроками мужества и днями памяти. Людмила Мурашова коснулась темы подготовки города к Новому году, пока не все предприятия откликнулись на призыв внести свой вклад в создание праздничной атмосферы. Заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко также напомнила о поручении главы города украсить улицы, фасады, входы зданий и привела в пример несколько предприятий. На сегодняшний день особенно хочется отметить предприятия «Водоканалы», отель «Плаза» и отель «Элада». Им хочется сказать огромное спасибо за такую подготовку. У этих предприятий действительно чувствуется, что праздник к нам приходит и достойно все у них организовано. Мы призываем, чтобы все равнялись на эти предприятия. Специалисты Управления торговли и Управления сельского хозяйства продолжат работу с ярмарками-привозами. О контроле цен отчитался заместитель мэра Анапы Александр Колесников. На каждой ярмарке «Привоз» на сегодняшний день у нас есть стенд. Раньше это были выездные, сейчас главам тоже поставлена задача делаем стационарные стенды. В общем, возле каждой ярмарки есть стенд с максимально рекомендованными ценами. И те предприниматели, фермеры, ЛПХ, которые у нас занимаются, они ставят именно ту цену, которая максимально, не больше той, которая указана на этом стенде. И помимо цены на каждом стенде указаны телефоны специалистов Управления сельского хозяйства, контролирующих служб, куда можно позвонить любому желающему и просто проинформировать нас, что цены здесь завышены. С 15 по 31 декабря в Анапе на улице Горького будет работать большая ярмарка. С 25 декабря по 30-е на театральной площади анапчане и гости курорта смогут приобрести качественные кубанские продукты по выгодным ценам. Излишне предприимчивые люди, дороги и энергоснабжение. Заместитель мэра Анапы Владимир Забураев отметил слабые звенья города и потребовал привести в порядок согласно протоколам состояния дорог. Там, где дорожное покрытие просело, необходимо восстановить и качественно. В противном случае дорожники будут делать работу над ошибками. Новые правила введены в выдачу разрешений на разрытие. Отныне разрытие я предлагаю выдавать разрешение только при наличии договора на восстановление, но не того формального, который мы сегодня с утра обсуждали с Владимиром Ильичем. Не надо там три страницы. Достаточно одной, на которой будет написан конкретный срок восстановления, приложена смета, из которой мы видим, что именно будет восстановлено, то есть сумма и, соответственно, гарантийные обязательства. Без этих документов ордера не подписывать. Все управления и структуры, за которыми закреплены у нас территории, предоставить с ЖКХ до конца недели там, где некачественно исполнено восстановление, где просел асфальт, поднимаете ордера, приглашаем предпринимателей, рассказываем, выслушиваем ответ. В зависимости от этого увидим, кто у нас будет дальше работать на территории по данному виду работы, а кто, наверное, переедет в другое муниципальное образование, реализовывать свои возможности. Обращение к начальнику управления ЖКХ и заместителю мэра Анапы Владимиру Забураеву поступило от начальника отдела МВД Андрея Терехина. Три года обращаются с просьбой восстановить крышу над зданием в станице Гастагаевской. На этот раз надеются в последний и с результатом. Благополучие и социальная защита детей – задача первостепенной важности в любом населенном пункте. В Анапе, городе детства, вопросам защиты маленьких жителей уделяют особенное внимание. Накануне новогодних каникул специальная комиссия посещает неблагополучные семьи и семьи, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. На заседании обсудили основные моменты этой работы. Анапа, городом детства, зовется неспроста. А здоровье подрастающего поколения беспокоится на всех уровнях власти. Как обезопасить детей от пожаров, насилия в семье, несчастных случаев и предотвратить детскую преступность, говорили на совещании в городской администрации. Неблагополучным семьям необходимо пристальное внимание и зачастую помощь. За исчезший период 2014 года проведено 334 элитовых мероприятия. Для этой цели было сформировано 4609 элитовых групп из числа сотрудников управления отделов администрации муниципального образования города Анапа, сотрудников отдела МВД России по городу Анапа, представителей молодежных общественных формирований и родительской общественности. В рамках рейдовых мероприятий за 11 месяцев текущего года выявлено 820 подростков, которые допустили нарушение детского закона. В результате составлено 763 протокола о правонарушениях. Родителям необходимо исправить ситуацию. По результатам проведенных рейдов отчитали все участники рейдовых групп. Семьям оказывают социальную помощь, даже если семья не обращается самостоятельно по каким-то причинам. Готовы сами собрать все документы, и если они реально претендуют на адресную социальную помощь, то они ее получат. В преддверии новогодних праздников под особым контролем пожарная безопасность. Руководитель следственного комитета по Казахстану правилу написал в представлении лобернатора о том, что в крае участились случаи гибели и сосновидений детей на пожарах. Поэтому в первую очередь эта работа, как мы ее понимаем, должна направлена именно на появление тех семей, в которых не обеспечена безопасность, и в первую очередь в отдел пожара. Пожарные службы города и района провели инструктаж с активистами, сходы в сельских округах, акцию «Новый год» в общеобразовательных школах и проверки в неблагополучных семьях, розетки, приборы, системы отопления. Устранить недочеты тоже помогут по доступным сниженным тарифам. Глава курорта поручил незамедлительно создать аналитическую группу и всю собранную информацию, зафиксированную в ходе проверок, проанализировать. Нужно, еще раз повторяю, не выходя из кабинета, проанализировать хорошо акт. То есть и так на него посмотреть, и так. И определить, какие же меры по акту необходимо. Если в акте написано, в повещении говорят, дети неухоженны. Как вы думаете, кто завтра туда должен прийти? Правильно, врач должен прийти. И еще соответствующее слово. Родителям несовершеннолетних детей не стоит оставлять детей дома в одиночестве и подвергать их жизнь риску. Обширный план городских праздничных мероприятий – хорошая возможность организовать досуг ребенка. Его можно найти на сайте администрации или в управлении культуры. Здоровье и безопасность детей – это наша общая забота. И в продолжение темы от теории к практике. Комиссия начала работу непосредственно с семьями. Проверяют санитарное состояние жильям, пожарную безопасность. Главная цель визита в комиссии – помочь и защитить детей. Наталья Измазгова продолжит тему. Белый микроавтобус со специальной наклейкой курсирует по городу и району. Специалисты различных служб и отраслей в составе рейдовых групп ведут проверки многодетных, неполных, приемных или неблагополучных семей. Причин, по которым семья может попасть на учет, множество. Например, подрался ребенок в школе или в семье есть опекаемые дети. Рейдовые мероприятия велись в течение всего года. Например, педагоги школ, семьи, состоящие на учете, посещают ежемесячно. Врачи, педагоги, специалисты Рецентра занятости, социальные службы, полицейские, пожарные сегодня побывали в трех семьях. О своем посещении рейдовая группа не предупреждает, поэтому одной семьи дома не оказалось. Обращали внимание на состояние электроприборов, гигиену, наличие у детей игрушек, полноценного питания. Здоровье детей проверили врачи. Социально-бытовые условия хорошие в одной семье и во второй тоже. Дети здоровые, больных детей нет. Гигиенические условия хорошие, достаточное количество продуктов питания. То есть на данный момент дети не голодные, одетые, обутые. Достаточное количество у них учебников, есть игрушки. И гигиенические условия позволяют нахождению этих детей в данных семьях. Специалисты отдела по делам молодежи вручили буклеты с предстоящими мероприятиями. По итогам обследования составили акты, которые проанализируют эксперты. Рейдовые группы с контрольным визитом в декабре до 29 числа посетят 257 детей. У белого микроавтобуса полно работы, ведь где-то ребенок может ждать помощи. И к другим темам. 9 декабря – День героев Отечества в календаре. Почтить память погибших воинов и в знак признательности героям Отечества наших дней собралась молодежь Анапы. Флэшмоб провели на площади у здания администрации. Подробности акции расскажет Рената Кадырова. Патриотичная посылка в небо – не просто красивая акция. Это память и уважение за мужество и отвагу героям Отечества. В 2011 году указом президента Анапе присвоено звание «Город воинской славы». Почетное звание присваивается только тем городам, жители которых проявили мужество, стойкость в борьбе за свободу. В нашей стране 40 таких городов. В них и провели масштабную всероссийскую акцию в память героев и подвигов. Георгиевская лента всегда заслуживает особого внимания. Это дань уважения тем людям, которые смогли защитить нашу страну. Школьники и студенты, основные участники всероссийской акции, развернули гигантскую георгиевскую ленту 100 метров длиной и принесли с собой воздушные черно-оранжевые шары. В Анапе, городе воинской славы, трепетно и с большим уважением относятся к истории города. Ведется активная патриотическая работа, бережно охраняются памятники военной истории, регулярно проводятся встречи ветеранов войны с молодежью и школьниками. Я думаю, что сегодня здесь все собрались для того, чтобы еще раз подчеркнуть и почтить память о том времени, о том подвиге. Очень классным, ярким, запоминающимся. Шары в небо выпустили, ребят, очень красиво было. Мы этой акции почтили память всех павших воинов, героев. Вспомнили еще раз, что наш город теперь стал городом воинской славы. Акция в целом прошла нормально, очень красиво. Ну, мне понравилось, все было замечательно. Тем, что все вот так дружно, как одна семья, все сплотились и сделали это все красиво. Шарики интересно, красиво. Очень оригинально. Для памяти. Чтобы сблизить нас всех. Чтобы дружно, все соглашались. Для единства, чтобы мы помнили. Предупрежден, значит спасен. От уловок мошенников и правонарушителей. Сотрудники сайта Авито, пожалуй, самого популярного в сети интернет, дают рекомендации, как не стать жертвой обмана, особенно накануне новогодних праздников. Правонарушители размещают на сайтах объявления о продаже товаров и услуг по заниженной цене или с другими привлекательными условиями. А потенциальным покупателям сообщают о необходимости внести залог или сообщить реквизиты банковских карт. После получения перевода или доступа к счетам жертв, недобросовестные продавцы перестают выходить на связь и отключают телефоны. Сотрудники сайта Авито на регулярной основе сотрудничают с правоохранительными органами и помогают найти мошенников. И напоминают всем пользователям о простых правилах безопасного пользования сайтом. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомым людям данные банковских карт, пин-код и пароли от мобильного банка. Не переводите аванс за товар, который вы никогда не видели. Зная реквизиты ваших карт, мошенники могут снять деньги с вашего счета, вернуть их будет очень трудно. Если собеседник требует предоплаты, не спешите и попросите его о встрече, чтобы лично оценить товар и принять окончательное решение. Если он продолжит настаивать на переводе денег, лучше отказаться от сделки и найти другое объявление. Если вы решили купить что-либо по объявлению в интернете, обязательно принимайте во внимание эти правила. Продолжаем выпуск. Анапа готовится к Новому году. Свою лепту в создании новогоднего настроения вносим и мы. Открываем рубрику «С наступающим Новым годом». Об итогах уходящего года рассказывают известные люди в Анапе и далеко за пределами. Год уходящий – это получение здания, которое, я еще раз подчеркну, благодаря длительному периоду войны, было запущено 1 сентября, начался здесь учебный процесс. Второе – активное участие личного состава школы в мероприятиях города, в культурных мероприятиях. И мы сейчас уже приступаем поэтапно, подготовке к 9 мая, к 70-летию победы. Впереди у нас празднование Нового года. И самое главное – это семейное благополучие, здоровье, здоровье всем, удачи. И россияне сейчас сплачиваются, и вот именно то, что на самом деле мы можем в такие трудные моменты сплотиться, вот вам мы видим на самом деле, что да, вокруг президента, не вокруг президента, а рядом с президентом, все это процветает, и мы непобедимы, нас не победить. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В среду, 10 декабря, в Анапе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 12-14 градусов, ночью 11 градусов тепла. Ветер переменный преимущественно восточного направления, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платья вечерние и не на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова